В Одессе лопнуло терпение у пенсионеров МВД, обычно довольно сдержанных. Их общежития после реформирования милиции перешли в ведение полиции. А люди при этом остались без каких-либо документов на проживание. О жизни на птичьих правах подробнее Андрей Анастасов. Ужасный запах, сырость и антисанитария. Подвал жилого здания затоплен нечистотами. Канализацию пару недель назад перекрыли из-за долгов. Идет руйнование этого здания. Никому до этого дела нет. Это общежитие МВД на улице Филатова. Рядом такое же. Люди подтверждают, действительно, уже полтора года не оплачивают услуги ЖКХ, потому что не знают, кому платить. Сформированная вместо милиции полиция приняла общежитие на свой баланс, а вот договоры с людьми на проживание заключать отказывается. Мы здесь не нужны. Здание хотят продать. На импровизированном митинге лишь пенсионеры МВД. Действующие сотрудники, дескать, боятся светиться на экране. Люди показывают, вместо договоров им присылают вот такие квитанции, просто распечатанные на принтере. И предлагают по ним оплачивать коммуналку. Вот эти бумаги не имеют юридической силы до тех пор, пока с нами не будут заключены договора. Какая организация мне прислала этот лист? Кроме того, ветераны МВД, участники боевых действий утверждают, из-за неразберихи с документами не могут воспользоваться льготами на оплату коммунальных услуг. Сергей Крикливый стал инвалидом второй группы в мае 2014 года. Во время уличных беспорядков в Одессе стоял в оцеплении с другими милиционерами. В областном управлении полиции по-своему трактуют ситуацию. Жульцы указанных общежитий уклоняются от заключения договоров, но продолжают потреблять коммунальные услуги. В результате этого возникла большая задолженность перед рядом коммунальных предприятий города. Это более 900 тысяч гривен. Конфликт бывших сотрудников милиции с руководством нынешней полиции на этом, видимо, не исчерпан. Мы будем следить за его развитием. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.